Здарова, народ! Я бы хотел напомнить вам, что у меня есть второй канал Mourondays. Он про путешествия по разным странам и городам. Я там езжу везде. В общем, те, кто не видел, сходите, обязательно зацените. А те, кто видел, ну спасибо, что послушали, ебать. В общем, погнали. Вот это первое видео я сначала увидел в виде анимации. Видео увидел в виде. И я подумал, ну что за жесть? А потом Дига прогорел. В общем, у меня к вам просьба, дайте сотку до выходных, а? Отнеситесь к этому видео с максимальным позитивом, как это сделала главная его героиня. Так, стоп. Если вы сейчас посмеялись, то у вас отличное чувство юмора. А это значит, если вы отправите смс-ку на нашу с вами любовную совместимость, то вам придет ответ, что мы на 80%. Я скажу вам, что это полный пиздец и наебаловый. Кто этим сраным смс-кам верит? Ну вот если вам придет смс лично от меня, то можете быть уверены, что я, скорее всего, сижу на ветке дерева напротив ваших окон с биноклем и голой. Ну или прячусь ножом за диваном. И вот только не надо сейчас оборачиваться и смотреть назад. Мне нахрен не надо, чтобы вы в ошибке своего прошлого вспоминали. Я думаю, эта бабуля, к счастью, их уже тупо не помнит. Блин, но засмеялась она вообще охрененно, прям как безумный пират. Не удивлюсь, если это бабуля капитана Джека Воробья. И, кстати, она так угорела не из-за того, что у нее вставная челюсть выпала. Она про это уже через секунду забыла. Просто все смеялись, и она, чтобы не выделяться, решила присоединиться. Не, ну а чего вы хотели в таком возрасте? Блин, ей реально 102 года, или это просто номер ее квартиры? В общем, старушка молодец, что до сих пор умеет готовить холодец. А я вам желаю всегда быть такими веселыми и позитивными, как люди, которые выиграли в лотерею. Ну, или как эта бабуля. Если вы змей Горыныч, ага, конечно, вот прям сейчас сидит их до хрена и смотрит. Ну, один-то точно смотрит. То есть ты веришь в змея Горыныча? А ты, блядь, веришь во влажного Вениамина. Эй, эй, не надо вплетать в это влажного Вениамина. Окей, хорошо. В общем, если вы, змей Горыныча, вам надоели ваши лишние головы, вы можете сделать вот так. Да похуй, давай, давай, мы тут прыгнем, чувак. Давай, ёпта. Господи, спаси, сохрани. Да я второй. О, шедаж. О, охуеть! Вот это да! Эми, ты видел это говно? Да, я видел это говно. Знаете, что самое смешное в этом видео? То, как пудель жонглирует карасями. Только это в кадр не попало. В общем, самое угарное здесь не то, что чувак пробил головой гипсокартонную стену. Хотя это было довольно-таки забавно. А то, что это уже не первый раз происходит. Ну, потому что предыдущую дыру вот эта картина скрывала. Или ребята сняли эту квартиру у родителей дяди Федора из Простоквашино. О, охуеть! Вот это да! Ну, что я могу сказать? Чувак, может, и не особо умен. Но зато теперь все знают, что платформы 9,75 там точно нет. А если они проход в Нарнию искали, то у них точно мозги отсутствуют. Шкаф надо было проверять. Причем не простой, а какой-нибудь дико старый, в котором с саными кошками воняет. Вообще, знаете что? Дурной пример заразителен. Ни хрена себе! Вась, ты это видел? Как так-то получилось-то? Не, ну как так-то? Вась, мне страшно! Вызывай спасателей! Знаете, есть категория таких видео, после просмотра которых в голове возникает вопрос. И вправду, какова масса солнца? Ладно, ладно, вопрос такой. Не, серьезно? В общем, вот одно из них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, стоп, не надо эту девушку осуждать. Вы можете назвать ее шкурой, покровительницей абортов, обвинить ее в том, что Россия второе место на Евровидении заняла. Но называть ее вором вы не имеете права. Просто до этого была такая вот ситуация. Комиссия на данную операцию составит 200 рублей. Вы принимаете эти условия? Естественно! А то, что она сделала, называется возмещением комиссии. Да и вообще, может у девушки психическое расстройство? Она ебанул. Она клептоманка. Страсть к мелкому воровству у нее. Ее можно понять. Вы посмотрите на этот нож для бумаги. Он прям так и просится к вам домой. Да еще плюс ко всему он салатовый! Он ведь будет так хорошо смотреться с ее нижним бельем. Кстати, вы заметили, сколько у нее сумок? Раз, два, и вот тут она еще одну откуда-то притащила. Не удивлюсь, если их она тоже спиздила. Короче, я понял, зачем ей нож. Она решила прибегнуть к радикальным мерам и начать отрезать пальцы тем, кто ворует. Но денег на нож у нее не было. Вот она и опустилась до уровня тех, кого собралась карать. Ну и тем более, вы же знаете, чтобы поймать вора, нужно мыслить как вор. И не волнуйтесь, справедливость для нее превыше всего. Поэтому, когда она пришла домой, то отрезала себе палец. И съела его. С кетчупом. Потому что все становится лучше с кетчупом. Пальчики оближешь. Помните, в детстве, когда мы были прям вот маленькие-маленькие, мы всегда хотели помочь маме по хозяйству, но она почему-то отказывалась. Теперь я, кажется, понял, почему. О, это так мило. Вы не подумайте, мальчик так все и планировал. Он высыпал лепестками цветов дорогу для этой девочки, чтобы она знала, где находится мусорка и смогла сама их туда носить. А потом он таким же способом ей путь на кухню проложил. И насыпал лепестков в книгу рецептов на страницу с любимым сэндвичем. Такой маленький, а уже знает, как делать грамотные намеки женщинам. Он, конечно, сейчас расстраивается, что не смог помочь, но в будущем он будет даже благодарен себе. Потому что в подростковом возрасте родители уже не будут просить его убраться у себя в комнате или вынести мусор. У всего этого будет один и тот же результат. Вообще, это наглядный пример отмывания денег. Один человек выполняет работу, второй ему помогает, им обоим платят деньги, но в итоге все равно ничего не сделано. И поэтому у нас такие замечательные дороги. Да, во всем виноваты два азиатских ребенка, которые очень мило пытаются убрать опавшие лепестки цветов. Я не удивлюсь, если мальчик перевернул мусорный бак и высыпался на улицу, пытаясь его открыть. Кстати, если посмотреть это видео задом наперед, то можно подумать, что мальчик изобрел безмоторный пылесос. В общем, если вы занимаетесь уборкой химических отходов, то, пожалуйста, ни в коем случае не повторяйте за этим пареньком. В общем, не забудьте заценить мой второй канал Моран Дейс и подписаться на него, если не подписаны. А еще подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что там фоток моих. Много. Я там фоткаю себя и то, что вокруг меня. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и тогда квакушки будут стрелять лягушками. Это его Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока! Он спас немало людей, он словно ангел-хранитель, твердил он часто человеку, выживите, бегите. Но то, что ждет его теперь и в страшном сне не приснится, беда, которая все ближе не имеет границ. Расколется земля из-за подземных толчков, разлом Сан-Андрес, все окрестят его. Хорошие эффекты, фильм-катастрофа, банальный сюжет, но смотреть кино... Беда... 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 Беда...